Но вы же заметили, что как бы за это полтора месяца умерших стало как бы резко меньше. У нас как бы пик пандемии, резкое понижение умерших от пневмонии. Но одновременно вы заметили, что это время, когда занижался цифра умерших от пневмонии, росла цифра умерших от COVID-19. Ну, очень подозрительно. Что касается теперь конкретно этого вот вируса. Вокруг этого вируса очень много разговоров. Известные биологи уже, конечно же, дают нам уже серьезную информацию о том, что на самом деле, конечно, от никакого там летущего мыши мы никакого вируса не получаем. Это все-таки какие-то хитрые рекомбинации. Там еще, как бы, говорят о галине, там еще каких-то там звериков. И каким-то образом все это, как бы, вот соединилось таким образом, чтобы появился такой вирус. Конечно же, биологи, как бы, по поводу этой всей рекомбинации, как бы, очень, как бы, подозрительные по поводу этого дела. Дело в том, что мы говорим о том, что этот вирус появился в провинции Ухань. А в этом провинции находится институт вирусологии Уханя. А это, как бы, главное заведение Китая, которое занимается, в том числе, биооружием Китая. Но мы должны понять, что все большие страны занимаются биооружием. Ну, как бы, ну, не знаю, какими детьми должны быть журналисты, которые не обращают на это внимания. Ну, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз в свое время, сейчас Россия, Китай. Все занимаются биооружием. Главное, что их интересует, именно вирусы. Ну, мне вспоминается один из отцов советского биооружия, Владимир Николаевич Пак. Он действовал в Казахстане. Потом, когда Советский Союз распался, он работал у нас здесь в Сталине, института Академика Литма. Но посмотрим, что его интересовало, этого, как бы, деятеля. Ну, его интересовало то, чтобы распространить по миру Эболу. Вот, что интересовало его, вот, этого, как бы, деятеля. И в Советском Союзе, и в России. Везде занимаются, вот, вирусами, как биооружием. Ничего здесь нету нового. То, что китайцы занимаются биооружием, это абсолютно нормально. Они не великая страна, и они хотят иметь эти оружия в массовом поражении, в том числе и биологическое оружие. И они занимаются этим. И, конечно же, странности с этим вирусом, что он, как-то странно, как бы, его свойства заражать как-то странно хороши. Что то, как этот вирус действует, и как он выглядит. Но остается такое впечатление, что дизайн этого вируса явно лабораторный. И все параметры указывают на то, что это лабораторный продукт. И поэтому это уже не теория заговора. А генетики и вирусологи говорят, что это явно созданная в Китае лабораторных условиях вирус. И, конечно же, мы просто не можем знать то, что это зазнательная попытка Китая или нет распространить этот вирус. Дело в том, что, конечно, я сказал уже, что сам вирус пока не является очень опасным для человека. Да, она, как бы, такая заразная, этот вирус очень, очень заразная. Но, как бы, результатов этого вируса, если мы смотрим, сколько больных, болезнью COVID-19, надо разделить. Вирус SARS-CoV-2 и болезнь, которая может возникать в связи с тем, что вы заболели этим вирусом, болезнь называется COVID-19. Но вот людей, которые болеют этим COVID-19, не очень много. Поэтому, конечно, сейчас вот ведущие генетики и вирусологи говорят, что какой-то особой опасности этот вирус собой не представляет. Но это ведет к другой мысли. А может быть, это и было желание, что вот показывать какой-то там вирус, который очень, как бы, заразный, да, что он все может делать, но который пока какой-то особой опасности себе не представлял бы. Это, как бы, предупреждение. Ну, помните это, 101-е предупреждение Китая. Или как это было? 999-е предупреждение Китая во время Китая товарища Мао. Вот предупреждение Китая, да. И здесь, да, может быть такая вещь, что Китай, на самом деле, предупреждает, что вот что все Китай может. Но еще раз говорю, что если мы обратимся теперь к статистическим данным, ну, вот здесь, конечно, и нам, как бы, все становится более ясным. Потому что вы читаете газеты, вы читаете эти какие-то там фантастические цифры, там какое-то там огромное количество человек заразился, и, как бы, огромное количество людей умерло. К сожалению, это больше такая медийная спекуляция, медийный скандал, чтобы пугать людей. Медиа пугает людей, потому что они знают, что, как бы, плохие новости лучше продаются. Вот их цель. А реальной статистики вы ничего не узнаете в газетах. Этой реальной статистики там нет. Я даже смотрел там, у Иларионова, конечно, он уважаемый человек. Есть там какая-то конкретная статистика? Конечно, этой конкретной статистики там нет. Конкретная статистика есть. Вы идете на официальный сайт Соединенных Штатов Америки правительства и читаете эти цифры. Они вот такое вот государство, которое должно опубликовать любую цифру, которую они имеют. И они все это делают официально. Но какие это цифры? Давайте посмотрим. У нас начало пандемии. 1 февраля 2020 года. Я, конечно, говорю о Соединенных Штатах Америки. Пандемия, конечно, началась с Китая намного раньше. Но вот берем. Неделя, которая заканчивается с 1 февралем. Сколько там больных ковидом? 19. Ноль. А сколько больных пневмонии? 2991 человек. Почему это важно? Да потому что COVID-19, главная вещь, что он делает человеком, он атакует легкие, и вы можете помереть. Начинается там пневмония, двусторонняя пневмония, что угодно. Ну, а вот мы имеем данные. 1 февраля 2020 года заканчивается неделя. У нас умерших ноль, а умерших от пневмонии 2991 человек. Теперь смотрим, сколько умерших вообще в этой неделе. Оказывается, 56 тысяч 61 человек умерли в этой неделе в Соединенных Штатах Америки. Ну, теперь пойдем дальше. Но берем несколько недель, конечно, уже ближе. 29 февраля заканчивается неделя, 29 февраля 2020 года. Сколько в этой неделе умерших от всех этих вещей? Оказывается, что от COVID-19 умер 5 человек, а от пневмонии, снижение цифр, там только умерло 2831 человек от пневмонии. А общее количество умерших снова упало 53 697 человек вот этой недели, которая заканчивала 29 февраля. А давайте берем дальше. 14 марта 2020 года неделя закончился. Смотрим, сколько умер на этой неделе людей. От COVID-19 умерло 41 человек. От пневмонии очередное снижение. Умер только 2730 человек от пневмонии Соединенных Штатах Америки на этой неделе. А теперь смотрим, сколько умер вообще людей этой недели в Соединенных Штатах Америки. Идет очередное понижение. 48 577 человек умер в этой неделе. Не-не-не, мы не остановимся. Мы пойдем дальше. У нас теперь 20-21 марта очередная неделя закончился. От COVID-19 у нас 300 умерших. От днем они очередное занижение 2642 умерших. А умерло вообще этой неделе Америки 42 750 человек. Но вы же заметили, что как бы за это полтора месяца умерших стало как бы резко меньше. А у нас как бы пик пандемии. Конечно же, и следующей неделе. 28 марта, конечно, неделя заканчивается. Они показывают, что от COVID-19 умер 788 человек. От пневмонии умерло 2040 человек. Итак, если 1 февраля заканчивается неделя, у нас было от пневмонии умерших 2991 человек, почему-то у нас 28 марта, когда неделя заканчивалась, было только 2040 умерших. Резкое понижение умерших от пневмонии. Но одновременно вы заметили, что это время, когда занижался цифра умерших от пневмонии, росла цифра умерших от COVID-19. Ну, очень подозрительно. Ну, и, конечно, если мы смотрим вообще умерших, конечно, тут, конечно, вообще катастрофа, потому что неделя, которая заканчивала с 28 марта, умерших было только 28 498. Это официальные цифры из правительственного сайта, который регистрирует смерти. Идет резкое падение смертей, а не рост, какая должна быть во время пика пандемии. Конечно, вот эти цифры вы не читаете, конечно, газет. И даже некоторые либеральные блогеры не умеют читать правительственные источники. Но могу сказать, что, конечно, везде в мире, где серьезно занимаются статистиками дистинтской, и вообще относятся серьезно к пандемии, там вот такие цифры, что в среднем как бы из 100 человек, которого тестируют по поводу коронавируса, этот коронавирус оказывается у 5 человек. 5 человек из 100. Но надо сказать, что многие страны все-таки тестируют только людей с симптомами. Значит, они уже показывают, что они какой-то болезнь, грипп или не грипп, коронавирус или не коронавирус. Они делают тест и получают, что вот 5 человек из 100 этот коронавирус имеют. Но представляете, что делать тест 7, у которого симптомов нет. Тогда сколько это будет цифра? Я могу вам сказать, сколько это будет цифра. Цифра тогда будет. 1 человек из 100 получает позитивный тест на вирус SARS-CoV-2. Это вот реально мира цифр. Но, конечно же, если мы говорим каким-то конкретным опытом, скажем, опыт Эстонии, у нас идея тоже делают тесты пока только людям, которые есть симптомы. Но, конечно, есть идея, чтобы делать 7, но для этого нужны тесты. Надо все это делать. Это работа и так далее. Это не так легко. Но сейчас у нас главным образом тестировать людей, которые какие-то симптомы есть. И у нас тоже 5 человек на 100 явно не какая-то там катастрофическая цифра. В больнице у нас 90 человек, но только 16 человек находятся интенсивки и используются там какие-то аппараты дыхания, чтобы руководить их дыханием. Но, прямо скажем, тоже цифры очень маленькие. Смотрим средний возраст умерших. Умерших немного, конечно, но они есть. Какая средняя возраста умерших? 82 лет. Умершие обычно там 96 лет, 93 года, 90 лет. Вот такие вот сообщения. Конечно, какие выводы от всех этих интересных цифров мы можем делать? Конечно же, мы понимаем, у нас уже достаточно информации, чтобы понимать, что вирус заразнее, чем многие другие вирусы. Это очевидно. Значит, профилактические меры, какие-то эпидемиологические меры, они должны быть. Но в то же время идет какая-то безумная драматизация этой пандемии. Не, если мы смотрим умерших, как бы общее количество умерших. Умерших конкретно от болезни COVID-19. Все эти цифры, как бы, по-прежнему маленькие, а не большие. Но если мы вообще обращаемся уже к конкретным правительственным источникам по причинам смерти, их данные, конечно, серьезно разница тем, что мы видим в газетах. Поэтому пока мы имеем такое положение, что идет попытка пугать народ, общественность по каким-то причинам. Нету, как бы, очень точной информации. И, конечно же, выступления экспертов, которые знают, как бы, проблему и видели этих вирусов, они не доминируют в газетах. Там такие вот новости, что маленький ребенок умер в Британии. Но если мы читаем там дальше, мы видим, они говорят, что конкретной причины смерти все-таки мы не знаем, и патолог еще не смотрел. Но знаете, что это значит? Это значит, что мы не знаем, почему этот мальчик умер. Мы просто знаем, что у него был позитивный тест на вирус SARS-CoV-2. Но это ничего не значит. У тебя может быть позитивный тест на вирус SARS-CoV-2, но у тебя может и не быть этой болезни COVID-19. Причина твоей смерти может быть любая болезнь. Это и патолог скажет, он посмотрит и скажет, что у тебя там был. Но идут спекуляции, очень жесткие спекуляции, что каждый человек, который теперь имеет вирус-позитивный тест, он не умер от болезни COVID-19. Это не соответствует действительности. Это вранье, самое настоящее, попытка бугать людей. Ну и вы должны еще, конечно, понять, что, конечно, у врачей сложная ситуация. Они должны поставить диагноз, умер ли человек от пневмонии, или все-таки причина его смерти была болезнь COVID-19, которая ударит по легке. Конечно, это не легкая задача. И многие врачи идут по такому простому пути. Если у него был вирус SARS-CoV-2, давайте запишем, что он умер от COVID-19. Но, конечно же, как вы понимаете, ситуация бывает же разная. А может быть, пневмония у этого человека была раньше, когда он там получил этот вирус. У него же развивался пневмония. Но просто там он был в больнице, а там как бы среда, какая она есть. И мы прекрасно знаем, что именно в больницах многие больные и получают этот вирус, потому что вирус, к сожалению, заразный. Итак, человек умер, и мы должны как будто поставить диагноз, что человек умер от пневмонии. Но в связи с тем, что в больнице у него появился этот вирус, но мы и пишем, что там вирус имеет какое-то отношение к его смерти. Поэтому всем этим выкладкам статистическим, которые предлагают газеты, надо относиться очень осторожно. Но, к сожалению, нельзя доверять и, конечно, многих стран. Потому что есть страны, которые спекулируют по поводу этой пандемии и тоже почему-то попытаются обмануть публику. Конечно, все эти правительственные деятели очень ловкие, но они дают такие вот заголовки, что человек умер, у него позитивный тест на вирус. Как вы видите, в этой фразе не сказано, что человек умер от болезни COVID-19. Подтверждается только, что у него был позитивный тест на SARS-CoV-2, на вирус. Так что вот такие игры вокруг нашего коронавируса. Еще раз подчеркну, что люди поняли. Когда правительства сейчас принимают меры эпидемиологического характера, что там социальная дистанция и так далее и тому подобное, так, конечно же, если у вас нет дыхательных аппаратов, вы вообще не были готовы к этой пандемии, это нормально, что вы попытаетесь выиграть время. И это одна из методов, чтобы выиграть это время. Что у вас вот есть такие жесткие как бы приказы, что вот там не ближе 2 метра люди, там только вдвоем ходите, как бы больше скопления запрещено. Да-да, это все можно делать, потому что это нормальные как бы меры, чтобы выиграть время, чтобы вирус не так быстро распространялся. Другое дело, что сколько вы можете это все себе позволить, экономически, социально. Еще раз говорю, ведущие вирусологи и генетики вам и говорят, что, конечно же, пандемия есть, вирус есть, но она не такая опасная, как попытаются представить какие-то там медиа и правительства. Этому надо относиться вполне как бы нормально и думать прежде всего о том, сколько мы можем как бы держать людей в таком напряжении, как сейчас. У нас есть какие-то чрезвычайные положения, какие-то жесткие требования к людям. Это все как бы не нужно, как бы слишком долго выделать этот первый этап, чтобы ваши возможности области медицины улучшились бы, чтобы вы были бы более готовы бороться с этим вирусом. Но потом, конечно же, надо эти жесткие меры отменить и перейти уже, перейти все профилактическим мерам, чтобы противостоять этому вирусу. Вирусов в мире очень много. Поверьте мне, но никто особенно не занимается этим вирусом. А тут вот мы как бы безумно занимаемся этим вирусом SARS-CoV-2. Даже если это биооружие Китая, если это докажут, тем не менее, пока этот вирус никаких таких последствий не приводит, чтобы мы вот так крутились панические вокруг этой проблемы. Надо более спокойно это вещи воспринимать и разумно относиться к решениям этой проблемы. ВИСМОТРИТЕ АРУ ТВ ВИСМОТРИТЕ Продолжение следует...